А здесь ничего нет, если ее здесь ввели, может здесь какие-то следы есть? Может она там царапала, например, стены, и там сейчас ногти мы найдем, оторванные какие-нибудь, например. След крови, какой-нибудь след влачения, что-нибудь должно же быть. Почему я ничего не вижу? Хоть бы... Ну что ж такое, если тебя похищают, ну зацепись за камешек, ноготочек оставь свой. Проверь, есть ли у них алиби. Спасибо. Пока, Нед. Твой совет бесценен, как всегда. Пойдемте отсюда. Привет, мои любители древностей! Это канал JPlay, а это Нэнси Дрю. Похищение в театре, и мы продолжаем. В прошлый раз... Как тут загрузить? Вот так загрузить? Да. В прошлый раз, значит, мы с вами зашли в театр, и нас тут не очень-то радужно встретили. Подругу похитили, похититель позвонил, сказал, что, короче, если хочешь, чтобы подруга выжила, остановись с нас в здании. Зашибись, при чем тут мы, при чем тут у нас в здании? Вообще, короче, что-то ненормальное, неадекватное. Я предлагаю, короче, идти дальше выяснять. Тут какие-то люди нам попадаются на глаза, но они все очень неприветливые, как обычно, негостеприимные, свиньи-твари, и они явно что-то скрывают. Так, я запишу, пожалуй, вот эти вот всякие записки, потому что журнала никакого нет, и номера телефонов она не желает сохранять. А я себе это запишу. Смотрите, что тут есть. Помимо самого, видимо, отеля, вот этого вот театра, вернее, вывоз мусора и рекламное агентство постеры. Не знаю, понадобится ли нам это. Надеюсь, что да. Мне показалось, что исчез звук, потому что, вы слышали, вообще тишина была полнейшая, я думала, что как бы вообще нас отрубили от системы. Так, отличная музычка. Вот этот чел, он, короче, глава каких-то радикалов, да, которые вот, видите, вот это вот молодежное общество спасения театров, мост. Вот он, короче, работает в этом мосту. Нэнси, 4-1-1. Че тебе надо, дурак? 4-1-1? Да ладно, Нэнси, здесь важна суть. Ты же знаешь, 4-1-1. Что это такое? Основная идея. Че это такое? Он че, видите, неадекватный какой-то, да? Хм, информация. Вы можете рассказать о молодежном обществе спасения театров? Да че о нем рассказываете, так понятно. Они, короче, ходят тут, че-то делают, людей похищают, звонят и говорят, что остановите снос за нас, вместо нас. Хм, информация? Отлично. Что? Это был какой-то код, который означает информацию? Вы можете рассказать о молодежном обществе спасения театров? Этот театр, как пятнистая сова. Или горбатый кит. Он находится под угрозой уничтожения. Многие часы жизни люди проводят в театрах. И поэтому театры нужно охранять и защищать. А не строить на их месте современные бездушные постройки. Поддерживаю полностью. Согласна, совершенно солидарно. Все правильно говоришь. Где моя подруга? Вы знаете, что собираются построить на месте театра? Знаешь, Нэнси, все очень запутанно. В смысле? Зданием владеет компания «Волна будущего», а ее владелец некто Б. Томпсон, кто-то из наследников Джонатана Томпсона. Но с ним невозможно связаться. Подозрительно. Ставлю 10 баксов, что его зовут Базилио. Базилио! Базилио Томпсон. Уже подозрительно. Пока. Сила за нами. Имя Базилио не может сулить ничего хорошего так-то. Ну, почему? Потому что, ну, Базилио. Базилио явно же... Так, это явно к нему только и все. Куда музыка исчезает все время? А что мне делать? Подождите-ка. А давайте позвоним девкам. Где я была? Вот здесь вот была, да? Вот здесь была? Давайте позвоним, как обычно, нашим девкам. Или не позвоним? Почему-то не работает. А, это не тот. Вот этот телефон. Вот, смотрите, Нед Никерсон и Бесс Марвин. Давайте мы позвоним сначала Бесс. 1-5-2-3-5-5-5-4-4-6-8. Кстати, телефон не меняется. Ну, по крайней мере, вот эти вот основные, по которым она вечно звонит. Телефоны всегда одни и те же в игре остаются вроде как. Она не отвечает. Ответила. Как всегда. Майя вошла в гримёрную Брэдди, чтобы взять у него интервью. По-моему, его в комнате не было. Потом она закричала. А когда я вошла, её уже не было. Её похитили. Зачем кому-то похищать Майю? После похищения мне кто-то позвонил и потребовал остановить снос театра. А Майю он взял в качестве заложника. Это ужасно. Ты уже звонила в полицию? Да, звонила. Но согласно их стандартной процедуре, Майя будет считаться пропавшей только спустя 24 часа. Как они могут говорить о стандартной процедуре, если речь идёт о похищении? Они не уверены, что Майю похитили. А куда она тогда исчезла? Провалилась сквозь землю? Или растворилась в воздухе? Офицер полиции сказал, что Майя могла просто пошутить и уйти. Нэнс, это неправда. Ты права. Майя не могла так просто уйти с интервью. Её забрали силой. Родители Майи уже знают? Собаки. В это время года они всегда путешествуют, помнишь? И мне нужно найти Майю до сноса театра. Сомневаюсь, что её родители смогут вернуться так быстро. Вот так незадача. Да, ещё никогда я не была так заинтересована в раскрытии преступления. Звони, когда будут новости. Я позвоню Джесс и Неду и всё им расскажу. Бедная Майя, ей повезло только в том, что дело будешь расследовать ты. Да, конечно. Такие интересные, да? Родители не успеют вернуться, они там где-то катаются. Я сразу один дома, когда она на попутках на одной машине, на другой ехала к своему ребёнку, потому что она осталась один дома. А тут дочь пропала. Да я бы, блин, с другого конца мира на другой конец бы перелетела бы, блин, на Орле я бы сразу. Да, так, ладно. Ну это вот и... 5, 5, 5, 43, 57. Давайте. Не шутки делают, какое похитили ребёнка. Ну, в смысле, она не ребёнок, она там сколько, 19 лет, но их ребёнок. Нед, это я. Нед, Бесс рассказала мне, что... Швабра, ты когда успела? Я так переживаю. Она сказала тебе, как реагировала полиция. О том, что Майя будет считаться пропавшей только через 24 часа? Да, но я верю в тебя, Нэнси. Ты всегда отлично справлялась без помощи полиции. Так что давай о деле. Кого ты подозреваешь? В момент похищения в здании театра, кроме меня и Майи, находились ещё 4 человека. Брэдди Армстронг, Симона Мюллер, его агент, Николас Фалькон и политический активист, и киномеханик Джозеф Хьюз. Есть какие-нибудь предположения? Пока нет. У меня ещё много работы. Звони в любое время. Я постараюсь не отходить от телефона. Я считаю очень подозрительной, во-первых, Симону, потому что она сидела там это, и что, она не заметила, что ли, ни хрена? Она не желает с нами разговаривать, в этом её подозрение, в этом её самое главное подозрение, её самое главное вина. Блин, как это объяснить словами? Мне надо придумать, как остановить снос театра. От полиции мало толку, но почему ты не свяжешься с владельцем театра? Я уверен, он или она согласится отложить снос на пару дней. К чему спешить? Николас сказал, что его зовут Бет Томпсон, и он не общается с прессой. Интересно, что он скрывает? Он владелец компании «Волна будущего». Странно. Нэд, я кое-что вспомнила. Когда я разговаривала с Джозефом первый раз, он рассказывал о реконструкции театра в 1956 году. Думаешь, это просто совпадение? Не знаю, Нэнси. Если выяснится, что Джозеф владелец театра, и именно он настаивает на сносе, то это будет самым большим потрясением в моей жизни. Я не знаю, что делать дальше. Есть идеи? Начинай опрашивать подозреваемых. Проверь, есть ли у них алиби. Спасибо. Пока, Нэд. Твой совет бесценен, как всегда. Пойдемте отсюда. Ничего толкового не сказали. Кто снос Дания, Джозеф, какой-то Базилио? Хрен поймешь, где, черт побери, эта бабища живет? Вот там вот, да? Нам туда, по-моему. Да. Это не работает. Подожди, как попасть? Вот в эту дверь как попасть? Во, вот так вот. Нет! Это не то. Как выйти? Разверните, пожалуйста. Спасибо. Вот. А как, может быть, вот это кулиси, за кулиси вот эта вот штучка? Вот это вот, наверное. Да, вот оно. Мы попали. Это Де Томпсон. Он, наверное, уже мерз сто лет, как в обед. Почему они говорят, что, типа, он ответственен за снос или что-то такое? Я в этот момент не поняла сейчас только что. Как раз... Ты посмотри, что происходит. Сюда нельзя попасть? Тут вот углубление, выемка, там явно что-то есть. Это, по-моему, мы проникнем в зал опять, да? Да, нафиг надо. Абсолютно бесполезный зал. Там ничего нет. А это что за дверь? Опять в зал. Как много дверей ведет в зал. Так, это мы куда пришли? Закрепляйте в веревке. Мужская примерная. Во, отлично. Ты тут? Дурачье, ты где? Давай позвоним вот этой побище. Я не могу звонить здесь почему-то. По какой-то необъяснимой причине я звонить не могу. Мы все, по-моему, осмотрели, что было нужно здесь. Давайте еще раз посмотрим на всякий случай. Закрыто. А, здесь закрыто, точно. Нам нужен ключ. Эта штука открывает потайной ход в женскую гримерную. А, кстати, заметьте, да, забавно? Потайной ход из мужской гримерной в женскую. Что они тут делают? Для чего он был построен? Как? Это же что-то явное, ну, такое. Это что-то явно какое-то такое. Шпилевильское какое-то. Так. Нам сюда. Открылось? Да. Пойдемте. А здесь ничего нет? Если ее здесь ввели, может быть, здесь какие-то следы есть? Может, она там царапала, например, стены? И там сейчас ногти мы найдем оторванные какие-нибудь, например. След крови, какой-нибудь след волочения. Что-нибудь должно же быть. Почему я ничего не вижу? Хоть бы... Ну, что ж такое? Если тебя похищают, ну, зацепись за камешек. Ноготочек оставь свой. В конце от концов. Здесь был аж шейк. Был. Был шейк. Мы это видели. Здесь ничего нет такого. Я внимательно просто осматриваю на предмет. Вдруг она кинула какой-нибудь браслетик, например, свой. Что-нибудь. Резинку с волос. Ну, что-нибудь-то, что свидетельствовало, что она вообще была в этой комнате. Хотя и так понятно, что она здесь была. Но хотя бы, если будет какая-нибудь улика, улика, нам полиция поверит, что ее похитили. А не просто так. Вот это след от ногтей. Нет? Похоже. Нет. Грязь какая-то. Не, здесь ничего нет. Либо я слепая и не вижу, но либо здесь ничего нет. Давайте опять выйдем к этой бабе. Может, она на этот раз хочет с нами поговорить? Эй! Донна Роза. Нэнси Дрю? Я Симона Мюллер. Не волнуйся, показ неотвратимой судьбы отменен. У нас есть более важное дело. Ура! Ура! Ура, она с нами разговаривает. Вы отменили премьеру? Значит, давайте вот так вот. Значит, вы уже слышали о Майе? Конечно. Журналистку похитили прямо из гримерной моей звезды. Да-да. По сравнению с этим премьера ничто. Сейчас ее лучше отменить или, по крайней мере, отложить. Когда люди узнают о похищении, фильм будет смотреть вся страна. Ах, ты стерлядь. А может быть, это ты организовала, чтобы фильм продвинуть свой? По-моему, не стоит рассказывать об этом прессе, пока полиция не начнет расследования. А вы продумаете очередной рекламный ход? Да, вот что ее в ней? Ну, она такая баба сама по себе. Конечно же, она из любой ситуации, плохой, хороший, будет извлекать выгоду рекламную такую. Это ее работа. По-моему, не стоит рассказывать об этом прессе, пока полиция не начнет расследование. Ха, с какой ты планеты? Тупой вопрос, тупой ответ. С земли, из города Риверхайт. А что? Вот именно. Из Риверхайт. Ты что-то имеешь против? Я из Лос-Анджелеса. И что? Я уже не первый год в этом бизнесе. Мы найдем твою подругу. Или ее найдет Брэдди Армстронг. И тогда каждая девчонка будет мечтать, чтобы ее похитили вместо Майи. Да. Боже упаси. Этот щегол ничего не может сделать, я уверена. Не то, чтобы похитить. Ой, боже мой. Поверить не могу. Ни одна девчонка не захочет, чтобы я похитила. Ой, поверь. Захочет. Еще как захочет. Симон, это же ни фильмы, ни игра. Опять она паникует. Смотрите, она прям в стрессе в таком пребывает. Мы можем сделать просто из Нэнси истеричку. Это в наших руках, в нашей власти, в нашей воле. Но не будем. Не будем, потому что тогда я не смогу за нее играть. Мне она будет совершенно не нравиться. Через три дня театр будет снесен. Брэдди может помочь мне с поисками. Но я не собираюсь сидеть и надеяться на то, что он спасет ситуацию. Давайте так. Через три дня театр будет снесен. Брэдди может помочь мне с поисками. Но я не собираюсь сидеть и надеяться на то, что он спасет ситуацию. Слушай, дорогуша, а в тебе что-то есть? Не хочешь стать актрисой? Нет, спасибо. Сейчас популярны волевые девушки. Конечно, сначала нужно придумать другое имя. Знаешь, Нэнси Дрю так плохо запоминается. Ты дур, что ли? Ты из Лос-Анджелеса овца, не знаешь, как имена запоминаются. Нэнси Дрю вообще на слуху. Как долго вы работаете... Как долго вы работаете агентом Брэдди? Я нашла его одним прекрасным весенним утром. На помойке. Это было шесть лет назад. Он работал официантом в каком-то ресторанчике на бульваре Сансет. Почти в помойке. Я захотела бифштекс и случайно зашла туда. Там мы и познакомились. С тех пор Брэдди стал настоящим алмазом в моей короне. Алмаз неограненный. А и все? Кажется, у вас много дел. Не буду мешать. Пока. Может, тебе стоит придумать новое имя? Скажем, Саманты Квик. Здорово? Да. Как для простифе. А как тебе Фэнси Джексон в стиле диска? Я тебе что, с панели что ли? Ты что, блин, с ума сошла? Кажется, у вас много дел. Какой стиль диска? Не буду мешать. Чао. Ненормальная, блин, Анжела Дэвис, е-мое. Так. Ага. И что, в итоге мы ничего не можем сделать, да? Давайте, может быть, мы зайдем в мужскую гримерную. А мы уже были там только что. И что? И ничего там нет. Здесь мы тоже все осмотрели. Вроде все взяли. Давайте сходим к этому чуваку, который... Кто он там? Завхоз, не завхоз, монтажер, кто там? Как его звать? Ну, вы поняли, наверное, о чем я, да? Это в зал, да? Блин. Сейчас. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Это что такое? Общество иллюзионистов США выражает благодарность Гарри Гудини за его вклад в развитие иллюзорного, иллюзионного искусства. Мистер Гудини был президентом общества в течение 10 лет. За это время он помог многим талантливым фокусникам устроить свою карьеру и сумел добиться признания во всем мире. Мы с честью будем продолжать начатое им дело. Гарри Гудини. И смотрите, они нарисовали наручнички, вот там, кандалы. Здесь и здесь. И музыка. О, Гудини. А как это я так... Опа, что-то было, что-то было. О, смотрите. Однако самым зрелищным номером выступления, несомненно, стал трюк исчезновения Гудини. Великий фокусник. Сначала на сцену опустились две железные клетки. В одну из них вошла Бесс. Не та Бесс. Не наша Бесс. И клетка поднялась вверх на один метр. Когда помощники накрыли клетку с Бесс шторой, Гарри Гудини вошел во вторую клетку. Пока клетка с фокусником медленно поднималась, Гарри пристально смотрел в зал и выполнял обратный отсчет. На счет Т-3 его клетка остановилась на расстоянии метра от уровня сцены. На счете 2 на клетку опустилась штора. Но один прокричал уже не Гудини. Через мгновение штору с клетки иллюзиониста резко сняли. И удивленные зрители увидели Бесс. Она стояла на том самом месте, где еще секунду назад был ее муж. Гарри Гудини исчез. И все? А дальше? А, вот, ага. Публика разразилась аплодисментами. Клетка Гудини. Однако Бесс сделала знак рукой и указала на все еще накрытую шторой соседнюю клетку. Где она должна быть? Помощники сняли с нее завесу. И перед зрителями предстал Слэпи Хандерсон. А вы думали, что уже избавились от меня? Закричал Слэпи женщине в пестром платье. Кто такой Слэпи? Бедная женщина не выдержала и скачила со своего места. Кто-то должен научить вас хорошим манером, сказала она, указывая на клоуна пальцем. Какой-то клоун. Я так думаю, что клоун не в плане, это не в переносном смысле клоун, а реально, видимо, наряженный клоуном чел. Затем она повернулась лицом к зрителям и сняла парик вместе с яркой шляпкой, я уже знаю, да? Зал замер. Тучная дама оказалась Гарри Гудини! Публика была поражена. Непревзойденному фокуснику аплодировали стоя. Можно с уверенностью сказать, что великий маг очаровал жителей Сент-Луиса. У-ху! Вот так вот. А с этой стороны можно что-то? А! Подожди! Мы начало не прочитали. Иди, ты... А то ты же тупой, блин, нормально. Нельзя было делать. Я нажимаю. Почему нельзя было нажать на середину? Вот ты нажал, и сразу тебе все появилось. Гудини. Представление в Роял Палладиум. Вчера вечером Гарри Гудини, непревзойденный иллюзионист, произвел настоящий фурор в Роял Палладиуме. Если вы не были на этом выступлении, вы пропустили умопомрачительное шоу. Здесь даже, смотрите, нельзя вот отсюда... А, можно. Нет, нельзя. Представление началось с розыгрышей и шуток клоуна Слэпи Хэндерсона. Хандерсона. По-видимому, его очень сильно разозлила одна довольно тучная дама. Она появилась в зале в середине выступления и весьма неуклюже пыталась... Занять свое место в первом ряду. Слэпи жестоко пошутил об опоздании бедной женщины и не забыл сказать пару слов о ее ярком наряде. Мне, конечно, нравится ваше платье, но вида Хэллоуина еще далеко. После того, как сказал бы он сейчас это любой даме, она со сцены прям бы его прям об стену бы и вытащила бы. После того, как Слэпи разогрел публику, на сцене появился Гарри Гудини в сопровождении своей очаровательной жены и ассистентки Бесс. Ну, короче, если бы мы прочитали первую часть, мы бы знали сразу все. Все роли в этом спектакле. На протяжении всего выступления Гудини не переставал удивлять зрителей чудесами магии. Исчезающий маг блестяще исполнил трюк с освобождением из подводной могилы, хитроумного сосуда, изготовленного по заказу владельца театра Royal Palladium Д. Томпсона. Мистер Томпсон был настолько уверен, что Гарри не сможет выбраться из его ловушки, что пообещала заплатить иллюзионисту 50 тысяч долларов, если ему это удастся. Какой удар по бюджету Томпсона? Читайте эксклюзивный материал на странице 5. Адака самым зрелищным номером вступление, несомненно, стал трюк «Исчезновение Гудини». Так, мы где? А давайте почитаем, что тут еще есть. А вот и Гарри Гудини, король трюков. Симпатичный такой? Чем-то похож на Ливана нашего Шерлока Холмса. Как развернуться? Загад великолепный. Загад великолепный. Окей. Как повернуться? Мы не в ту сторону повернулись. Шелби и Уайт. Животные. Только одна неделя. А также мадам Зул со своими танцующими обезьянками, жонглирующие пекинес, поющие сам сиамский кот. А почему здесь работает вот эта тема, вверх-вниз, а там не работало? Веселые магические представления. Роял Палладиум, Сент-Луис, штат Миссури, Шелби и Уайт. Вот это можно почитать? Гарри Гудини, 1874-1926. Подожди, а это сколько ему лет? Я сейчас посчитаю, а это сколько ему лет это было? 52. Исчезающий маг Гудини. Настоящее имя великого иллюзиониста Эрик Вайс. Родился в Будапеште, и вскоре его семья переехала в Апплтон, штат Висконсит. В возрасте 12 лет Гудини сбежал из дома. В 13 он вернулся в семью, которая к тому времени обосновалась в Нью-Йорке, и начал выступать под именем Эрик Великий. За время своей 33-летней карьеры Гудини не переставал удивлять зрителей эффектными трюками. Он с легкостью выбирался из тюремных камер, наручников, кандалов, смирительных рубашек, ящиков, молочных бидонов, как он туда залез, больше мне интересно, закрытых гробов и, конечно, из печально известной подводной могилы, построенной по указанию Дэд Томпсона. Гарри Гудини был не только королем сложных трюков, но еще и непревзойденным фокусником. В 1918 году Гудини поразил публику номером исчезновения живого слона, который был им воспроизведен на Нью-Йоркском ипподроме. За свой невероятный талант и умение заинтриговать публику, Гарри Гудини навсегда вошел в историю иллюзионного искусства. Уху! Кстати, там наверху замочки здесь нарисованы. А еще что-то есть почитать? Загат великолепный. Кто такой вообще? Джаги Цмит и его группа. Загат великолепный. Также Мадам Лиссарду. Леди Ночи. Дебютное выступление на сцене. Впервые в Сент-Луисе великий фокусник Гарри Гудини будет помещен в подводную могилу и попытается оттуда выбраться. В случае удачи получит 50 тысяч долларов. 3 марта 1925 года. Количество билетов ограничено. А он там умер, да? Устраивает незабываемое представление. В 1925 году, да? Подожди, в каком он там умер-то? А как вообще он умер? Я ничего не... А, он в 26-м умер. Нет. Просто печально известное, как бы, рассказали. Может быть, он в одном из таких трюков-то и погиб. Мы вышли как раз туда, куда хотели. Нам надо наверх попасть. Правильно? Ну давай, поднимайся, господи. Пока найдешь эту точку, куда жать... Вообще просто... Это что? Опять... Подожди, а может быть сверху пройти? А мы сверху не ходили. Отлично, мы сверху не были. Давайте здесь посмотрим. Это что? Это явно что-то можно взять, да? Это жетончики какие-то. Да подожди ты. Да ёп ты. Да подожди, дай возьму. Нет, не берется. Да зачем тогда нам? А, нет, смотри, берется. Нет, не берется. Да что такое? Опа. Что это? Жвачка наклеена, смотрите. Ну это вообще... Они же баркотные сидения, представляете? Не отодрешь теперь. Не отдерешь никак. А что это такое? Это свет, правильно? Лампа. И чего мне дает она? Алло, Люся? Ничего не понимаю. Что за дела? Зачем? Зачем? Подожди, закрой. Дай еще раз попробую. Может быть как-то... Тут проблема в том, что ракурс. Подобрать сложно ракурс. Даже никак не ракурс. А, подожди, тут еще есть два таких. Две таких ложи еще есть. Сложно найти стрелочку. И даже если найдешь, не факт, что это как бы она одна на экране. Возможно, тут дальше есть стрелочки. Но я их не вижу. Ну согласитесь, ну как бы ощущение, как будто бы нам сюда точно надо. Смотрите. Да иди ты в жопу, короче. Очень неудобно. Очень неудобно в этом плане все. А, подожди. Давай вот в эту дверь зайдем. Мы с другой стороны окажемся? Должны быть с другой, явно. Должны быть с другой. Может быть здесь что-то лежит? Не хватает, да? Я уже вижу. Не хватает, смотрите. Блин. Вот. Одной не хватает. Украли. Вот, а, вот она. Одной не хватает. Это не она? Одной не хватает. А похоже. Смотрите. Она ничего не говорит здесь. Нам просто дали посмотреть, как это выглядит. Вот. А что это за звездочки вообще? Опа, опа, опа. Вот она. Я не дотянусь. Да? Да? Несси, блин. Капец. Какой ужас. А чем-то подцепить надо. Это что? Я не дотянусь. А у меня вот палка есть, смотри. Палка-копалка. Я не дотянусь. Блин, нужен какой-то магнит. Если оно железное, конечно. Нужен магнит. Как только найдем магнит, мы подцепим эту штуку. Либо палка подлиннее с крюком каким-нибудь. Ладно, пойдемте к этому чуваку, с ним поговорим. Так, где это? Мужик, где ты спрятался? Американский лось. Вот он. Вот он здесь. По-моему, это явно здесь. Чел, ты где? Да, он делся. Не трогай про это, пожалуйста. Блин. Он того и гляди развалится. Ты шебутной какой. Я думала, тебя тут нет. А что говорит полиция? Так, давай. Угу. Мы пришли. Только спустя 24 часа после заявления. Чтобы они помогли, нужно предъявить им доказательство похищения. Согласно их стандартной процедуре, мне придется ждать их помощи в течение 24 часов. Давайте вот это скажем. Полиция считает человека пропавшим только спустя 24 часа после заявления. Чтобы они помогли мне завтра, нужно предъявить им доказательство похищения. Сегодня. Театр будет снесен через три дня. Ты им сказала? А они сомневаются, что преступник держит Майя в здании. Нужно найти какое-нибудь доказательство. Но они не верят в принципе, что есть преступник, поэтому... Нужно найти какое-нибудь доказательство, чтобы убедить их. Я проверил все двери. Они надежно закрыты. В здании могут находиться только Брэдди, Симона, Майя, Николас Фальконе, ты и я. А еще кто-то может быть? Вы включили себя в список подозреваемых? Вы включили себя в список подозреваемых? Конечно, я был здесь, киноаппаратный. Проверял звук для премьеры. Но ты же детектив. Я был бы разочарован, если бы ты не посчитала меня подозреваемым. Даже обижен был бы скорее. Как это так? Что, не вызывает подозрений? Еще как вызываешь подозрений? Естественно. Сто процентов ты это сделал. Вы проверяли звук. Да, я помню, я слышала ваш голос. Я пока не смогла как следу поговорить только с Семеной Мюллер. Вы проверяли звук. С Симоной. Да, я помню. Я слышала ваш голос. Мне кажется, если похититель хочет остановить снос здания, он держит Майю где-нибудь в театре. Я уже говорила, что сказал похититель? Я уже говорила, что сказал похититель? По-моему, да. А может, это Брэдди сказал мне, когда я был в холле. Кажется, он очень хочет помочь. Подозреваемые, которые желают помочь. О чем еще можно мечтать? Я и сама справлюсь. Фу, какая ты мерзкая. В любом случае, я тоже так думаю, что она все еще где-то в здании. Я обязательно найду доказательства. Просто он только где. Ну, какие у тебя планы? Пора приниматься за поиски. Вы можете дать мне план этого театра. Я как раз собираюсь начать операцию по поиску похитителя. У вас есть информация о тайных ходах и помещениях театра. Да мы и так уже нашли. Пора приняться за поиски. Вы можете дать мне план этого театра? Попробуй позвонить в администрацию округа. План может храниться в архиве. Думаю, там должны быть отмечены даже те ходы, которые я найти не смог. Спроси начальный план, а не тот, который от 56-го года. Подожди, а как позвонить? А когда был сделан план театра? А что было изменено в 56-м году? Джонатан Томпсон, владелец театра, умер в 1950-м году. Его дети унаследовали театр и решили его переделать. Но знаешь, я уже 40 с лишним лет здесь проработал. Так что, если тебе понадобится помощь, говори. Так, это Джозеф. Джозеф. У нас есть Джозеф, Брэдди, Симона. И как зовут того вот этого? Николас, да? Симона. Николас Фалькона, да? Николас. Я сейчас запишу всех, чтобы запомнить. Фалькона. Фалькона. Так, я записала все их имена, потому что это слишком много. Вы уже мне помогли. Спасибо, Джозеф. Не расстраивайся по пустякам. Какой уж тут пустяк подругу похитили. И угрожают убить ее. Что ты думаешь? Так, а здесь у нее ничего нельзя подрезать, например. А, нет, нельзя, потому что мы уже тут были, и мы уже не учета сперли. Эври Дика. Жаль, нельзя вот, как бы, нажать хотя бы какой-то правой, например, кнопкой мыши и услышать, что это за предмет мы взяли. Потому что я, например, вот, ну, допустим, вот эта лампа, вот какой-то жетон, это, я уже даже не помню, что. Реально не запоминаешь, что она говорит, но она произнесла это, как бы. Нет, может быть, если бы я сейчас это играла, и, как бы, она при мне произнесла, поскольку я, как бы, ну, с перерывом, так сказать, играю, ну, вчера, позавчера. Так, за кулисами здесь ничегошеньки больше нет для нас, правильно? Привет. Я думала, что и нет. О, смотри! Что вы будете делать после того, как театр снесут? Куда-нибудь уедете? Вы можете рассказать что-нибудь об автомате по созданию ключей? Автомат по созданию ключей? Такая богатая история. Угу. А давай вот это же. Вы можете рассказать что-нибудь об автомате по созданию ключей, который стоит в холле? Он давно сломан? Да, довольно давно. Детям он разонравился, когда появились видеоигры. Я думаю, что его можно легко отремонтировать. Если бы ты смогла сыграть на нем, у тебя был бы сувенир от Роял Палладиума. Ключ к сердцу любимого. Мне надо. Я пошла. Как его починить? Что надо сделать? Да подожди ты, Сэм. И все не спаешь? У этого театра такая богатая история. Странно, что жители Сент-Луиса не заинтересованы в его сохранении. На самом деле заинтересованы. Историческое общество работает не покладая рук, чтобы причислить театр к историческим памятникам. Они уже близки к цели. Да? Точно? Они близки к тому моменту, когда они до конца все завершат. Театр уже снесут. И такие... Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Ну что ж поделать? Ну, был историческим, стал... Что вы будете делать после того, как театр снесут? Куда-нибудь уедете? В Гризвуд, в Аризону. Там живет мой брат Джейк. Это маленький городок, в котором нет кинотеатра. Я как раз собрал небольшую сумму. Ясно. Почему ты едешь в город? Не пора. Кинотеатр. Ты... Астачертили тебе кинотеатры или что? Так, у меня вопрос. Большой вопрос. Большой-большой вопрос. Как починить? Что он сказал починить? Что за автомат? Где этот автомат? Я пошла сначала. Да я... Я не понимаю. Меня в этот зал пускают только ради вот этой штучки. Правильно? Я думаю, нам надо что-то сделать в зале. Не может быть такого, чтобы нас в зал пускали. Вот нас сверху пустили, но нас и снизу пускают. Неужели реально нам ничего... Может быть, здесь что-то есть? Вот здесь вот среди попкорна что-то? Вот тут вот нельзя нажать. Брэдди Армстронг. Давай с тобой поговорю еще. Что такое? Нет времени, нужно идти к моим людям. Зачем вы хотите спасти театр? Мне кажется, у вас есть какой-то личный интерес. Это одно из негласных правил политики. А к зданию театра Royal Palladium у меня особое отношение. Моя бабушка Луиза Фальконе занималась его дизайном, украшала пол и зрительный зал. Вот так вот. Тогда я бы тоже, например, боролась бы за это. Теперь понятно, почему вы против сноса театра. Здесь сохранилось ее творческое наследие. Точно. Но это еще не все. Наверное, владелец здания Джонатан Томпсон растратил свои деньги еще до завершения строительства. Он не заплатил моей бабушке ни цену, а позже стал говорить, что это не ее работа. В смысле? Растратил все свои деньги еще до завершения строительства? А как же он 50 тысяч долларов собирался Гори Гудине отдать? Или он новый заработал? И она не стала добиваться своего? Она была художницей, а не дельцом. Думаю, она никогда не подписывала никаких договоров с Томпсоном. К тому же у нее не было достаточно средств, чтобы подать на него в суд. Она смирилась. Печально. Вот так вот. Да. Почему? Почему Томпсон так же обманул ее? Когда Джонатан Томпсон не заплатил ей за два года работы, она была сломлена, а потом наступила великая депрессия. С тех пор она не смогла работать дизайнером. Там одно вон как на другое наложилось-то. Времена-то какие. Она сожалела об этом? Чем она занималась? Чем же она занималась? Луиза Фальконе не любила казаться слабой. Она водила грузовик, как самая настоящая Фальконе. Я говорю, ему фильмы какие-то. И умерла, когда ей было 97 лет. Возможно, она была счастлива. Но этот театр – единственное место, где есть ее творение. Думаю, ты меня понимаешь, Нэнси. Спасение этого места – вопрос справедливости. Не, я согласна. Я согласна. Нужно добиться признания ее работы. Моя семья давно пытается добиться хоть чего-нибудь, но нет доказательств, что работу выполняла именно Луиза. Можешь помочь? Точно. Мы сейчас обязательно что-нибудь найдем. Какую-нибудь бумажку стародавнюю, древнюю, сокрытую где-то, который Томпсон, естественно, сохранил для нас специально. Может, есть какие-то старые документы? Может, где-то в театре есть старые документы? Если в своих поисках тебе попадется что-то. Она-то, конечно, ничего с ним не заключала, согласна, да? Но он-то наверняка какие-то документации всякую хранил. Что-то где-то там, ну, описывалось, наверное, какой подряд. Что там, кого он нанимал и все такое прочее. Конечно, если мне понадобится имя Луизы Фальконе, попадется, то обязательно вам скажу. В первую очередь я буду сказать Майя, но если я вдруг найду бумаги, в которых прямо говорится об авторстве работ, вы узнаете об этом первым. Да, блин. Конечно, если мне попадется имя Луизы Фальконе, то я обязательно вам скажу. Нэнси, ты лучше, чем я думал. Естественно. Я просто шикарна. Спасибо, я это запомню. Мне кажется, не в духе Нэнси вот так вот хамить людям, как нам предлагают хамить. Прям вот совсем не то. Где этот автомат с ключами? Вот это он? Нет, здесь мы... Джазовый автомат. Нет, здесь мы были, вот этот жетон получили, по-моему, да? Или кольцо вот это вот. Я уже не помню, где мы что получили. А какой-то автомат с ключами где? Вот это? Это ключи? А у него вообще никакой активной зоны нет. Я тупо могу вот посмотреть на него и все. То есть даже, чтобы починить его, может быть, где-то с другой стороны починка работает? Больше нет других, правильно? Так, ладно, давайте тогда попытаемся сходить еще раз в зал. Хотя я уже отчаялась там что-то найти. О! А че это? Фу. Фу. Я аж сказала, это жвачка. Она мне нужна? Фу. Эм... Бумажкой? Фу. 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 Да ты че? Фу. 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 Да блин, дай пал. А, да! А! А, она липкая? Подожди! Идея, идея, идея озарила мою голову великолепную. Подожди, давай посмотрим на горгулю еще раз. Где она? Во! Ля, какая морда! А, идея, идея пришла в мою светлую, чистую, незамутненную голову. Давайте, как пройти наверх? Нам нужна вот эта сторона, по-моему, да? Вторая. Вот эта вот нам нужна. По-моему, да. Левая. Да! Да! А что это нам даст? Мы сюда прилепим, и что-то откроется? Сработает? Да! Великолепие-то какое! Ты посмотри. Ой, как хорошо пошло-то! На! Так вот же она. Ты, блин, издеваешься, что ли? Да вот же она! Иди, ты что, блин, больная? Ничего не понимаю. Кто-нибудь что-нибудь понимает? Да я вот же она! Алло! Ты овца! Ты овца! Ты овца! Она издевается? Я зачем ее достала? Он мне зачем-то дает посмотреть вот на это. Но при этом здесь больше ничего не активно. Ну вот она так выглядит. Вот я здесь. А что это? Что-то забаговало или что? А интересно, мы не заметили в прошлый раз вот этого? Или нам обязательно нужно было сверху посмотреть и увидеть вот эту жвачку? И только после этого активировался проход в эту зону. Как это сработало? Может какой-то клей нужен? Эй, ты куда делся? Скотч дай. Что за слово? Айс кола. Это айс. Это не то, о чем я подумаю. Мост. Молодежная. Не сделать ошибку. Многие театры являются памятниками архитектуры. Какой отвратительный текст? Ничего не видно. С каждым годом их становится все меньше. Ник фальконная. С уважением. Мост. Если хотите узнать о мост больше, станьте одним из нас или внесите пожертвования. Обращайтесь. Так. Я зафоткала. Молодежное спасение общества уникальных... Ага. Видимо, это все. Куда-то делся этот мужик. А больше ничего нельзя взять у него здесь. Банан. Банан. Антистеплер. Очки. Маркер. Точнее, текстовый делитель. Степлер. Карандаш какой-то. И все. А зачем же мне? Просто номер телефона посмотреть? Так, что ли? О, смотри, это другое. Роял Палладиум. Спасаем. Стоп. Жители Сент-Луиса. Это происходит у вас на глазах. У нас. На наше мнение не обращают внимания. Сохраним историю нашего города. Организатор Мост. Давайте действуй сейчас. Вырази свой протест. Необходим всего один звонок или электронное письмо. О, мы нашли. Мы нашли телефон. Все. Вот, что нам было нужно. Администрация округа. Вот. 314-555-33-09. Вот. И она. Я надеюсь, она записала себе этот номер. Но если что, я зафоткала его. Городская администрация, историческое общество Сент-Луис, мэр Рамона Суит, конгрессмен Джесси Бут, организация Волна Будущего. Бут. Почти 80 лет театр Роял Палладиум принимал зрителей. И здесь проходили выступления величайших иллюзионистов мира, лучшие театральные и кинопремьеры. Если мы позволим разрушить театр, то вместе с ним исчезнет исторический памятник Сент-Луиса. То есть, здесь еще и кинотеатр, как бы, да, был. То есть, не просто театр, но и кинотеатр. Какое разнообразное театральное здание. Нам сюда. Да. Давайте звонить в администрацию. Все, мы теперь знаем, что делать. Да, спасибо большое. 5-5-5-33-09. Давайте. Давайте. Ну? Архив. Мэдлин у телефона. Здравствуйте. Мне нужен план здания театра Роял Палладиум. Он у вас есть? Вы работаете в окружной государственной организации? Нет, я обычный гражданин. Понятно. У нас есть какие-то документы с планами театра. Сейчас. В базе данных числятся два набора документов. За 1923 и за 1956 годы. Какие вам нужны? За 1923 год. Вы можете немного подождать? Сейчас я их найду. Конечно. Спасибо. А что она спросила? Вы обычное лицо или необычное? Все очень странно. План пропал. Как это пропал? Его кто-то забрал? Нет. Мы никому не выдаем материалы на вынос. Их можно отнести в наш читальный зал и там изучить. Но они не должны покидать здание. Не знаю, куда мог деваться тот план. Подождите. Я узнаю о Чарли. Начинается в колхозе утро. Вот оно. Таинства-то какие. Чарли, давай, кались. Где план? Ну, украли. Украли, чтобы спрятать туда Майю, наверное. Алло? Чарли говорит, что несколько дней назад к нам заходил человек и смотрел план. Ну, собака. Как он выглядел? Подождите. Да, боже мой, ты можешь поговорить с Чарли тут? Чего ты отключаешься-то? Чарли, видать, там плохо разговаривает. Матами сплошными. Поэтому она, чтобы никто не слышал этого. Отключается. Естественно. Я думаю, опять отключится. Энергичный. Конечно, я сделаю запрос на поиск. Это займет 5-7 рабочих дней. То есть целую неделю? Боюсь, у меня не так много времени. А можно как-нибудь ускорить поиски? К сожалению, нет. Человек, который занимается поисками материалов, только недавно вернулся из отпуска. У него море работы. Понятно. А вам они срочно нужны? Да, очень срочно. Но я что-нибудь придумаю. Спасибо, Мэдлин. Удачи. До свидания. Спасибо. Так, и что? Ну, мне кажется, мы нашли уже какие-то потайные ходы. Только вопрос в том, что нам это ничего не дает. Это у дурачка здесь все еще нет. Зачем я тут штуку взяла? Может быть, ее сюда куда-то припиндюрить? Эй, слышь ты. На. Создай ключ. Там написано вот это вроде бы. Вроде это написано вот это. Давайте схожу опять к этому мужику. Я думала, нам сейчас дадут план. Мы найдем тайную комнату, как бы, и все такое. И начнутся какие-то мутки-замутки. А у нас пока что мы в тупике в очередном. Мы вроде шаг сделали, и все равно в тупик попали. Шаг сделали, и опять в тупике. Еще шаг сделали, и снова в тупике. Где мужик? Привет. Что вы знаете о Джонатане Томпсоне? О, старина Джонатан. Владелец театра, мечтатель и махинатор. Он обожал фокусы, и этот самый театр построил специально для фокусников. Джонатан обожал рассматривать свою физиономию в зеркале. Ты видела, сколько собственных фотографий он развешал по коридорам? Счастливый. Мне пора. Мне пора. Пока. Ничего толкового в итоге, да? Да шибись. Привет, Мэнс. Ой, блин. Мне пора. Пока. Надо на разговоры с ними другой значок, не лупу. Потому что лупу, я думаю, что... Не трогай проектор, пожалуйста. Он того и гляди развалится. Не-не-не. Я зачем достала эту штучку? Она никуда не лепится в итоге. Новый мюзикл о Диком Западе. Небраска. Royal Palladium St. Louis. Да куда этот индюк делся-то, а? Я кое-что поняла. Как вскрыть вот этот замок? Я при нем не смогу этого сделать? Закрыто. Блин, нет? Закрыто. А я думала, можно это... Типа жвачку вставить и получить слепок с ключа, который мы потом сделаем там. Но... Там мы не можем сделать ключ, потому что там тоже ничего не активно, к сожалению. Но он появился. Спасибо, Том. Можно смотреть вашу кремерную? Я всем задаю вопрос, где упал его во время похищения. Вы не хотите узнать, о чем собиралась писать Майя? Ну, по-моему, она собиралась писать обо мне. А да, о нем? Мне кажется, я этого не говорила, разве что под действием ваших чар. Но это уж очень сомнительно. Майя хотела написать о сносе театра. Брэдди, вы, конечно, центр вселенной. Но на самом деле она хотела написать статью о театре. Но тогда зачем она хотела поговорить именно со мной? Я же актер, а не политик. Она не говорила, с какой точки зрения будет рассматривать проблему. Удачи. Понятно. Какой-то тупой разговор получился совершенно. А где вы были? Я всем задаю этот вопрос. Где вы были во время похищения? Я? Ты думаешь, я похитил Майю, а потом пришел сюда, как ни в чем не бывало? Где бы я ее спрятал? В кармане? В сумке? Принц Шармстронг! Ну нет, ты чего? Ладно, так где вы были? Ну, я... Я как раз возвращался из парикмахерской. Я... Это сложно признать, но... По-моему, мои волосы начинают редеть. Это унизительно. Симона будет в ярости. Какой ужас. Печаль-то какая. Так. Почему вы хотите мне помочь? Почему вы хотите помочь мне? В конце концов, Майя была похищена из моей гримерной. Я даже думаю, что на самом деле хотели похитить меня, а не ее. Кстати, могли бы вполне его похитить. И вот его-то, чтобы его спасти, уж точно бы Симона бы заставила бы любой снос театра остановить. Можно осмотреть вашу гримерную? Да, конечно. Может быть, сейчас можно же сделать? Пока. Просто как бы, а зачем еще здесь... Где ключ от этого стола? Слышь, чел? Дай ключ. Закрыто. Закрыто. Закры... Закрыто. Зачем тогда мне это нужно? Закрыто. Ничего не понимаю. Закрыто. Спасите кто-нибудь. Караул! Застряли! Так, ура. Джозеф сказал, что театр, вероятно, закрыли перед похищением. А значит, преступник находится внутри. А я думаю, что все это затеял маленький серый тролль. И все потому, что ему очень скучно сидеть в такой развалине. Так ему и передай. Кому? Троллю? Неадекватная какая-то. Я всем задаю этот вопрос. Где вы были во время похищения? Прошу тебя, Нэнси. Я все время была на телефоне, решала свои дела. Если бы я надумала развлечься, поверь мне, похищение вряд ли было бы первым по списку. Либо она овца слепая, которая не заметила со своим телефонным разговором, что кто-то вылез, у нее есть шкаф, но это странно, потому что нас-то она заметила, когда мы вылезли. Либо, либо... Кажется, у вас много дел. Не буду мешать. Чао. Либо Майя не вышла в эту дверь. Она могла где-то здесь исчезнуть. Здесь, наверное, есть еще один проход, который мы не увидели. Боюсь, правда, что мы и не увидим так. Нам по хорошему план бы показал это, видимо, да, который 1926 года. Там было бы, наверное, нарисовано, что здесь что-то еще есть. Но я даже, в принципе, не вижу никаких видимых следов плана. Ой, не плана, в смысле, а какой-нибудь двери потайной. Че-то лежит, че-то лежит, че-то лежит. Блестело только что, видели? Вот это вот что? Видимо, ничего. Подожди-ка. А в эту дверь мы заходили? Либерти. 1965. Мы такого не видели. Как выйти-то теперь отсюда? Ну вот где точка отхода, отступления из этого места? Вот она, ужас какой-то. Подожди, давай в другой зайдем еще. Это че за чел? Руфус, дым и зеркало Браун. Фрэнк Шапоу. В одну ложу мы попали, но здесь же есть еще другая. Вот с той стороны, как туда попасть? Или нам не надо туда попадать? Вот в эту ложу же тоже должен быть какой-то проход? Вот сюда. Что? Зачем мне вот этот попкорн показывают? Что-то ткнуть надо? Но опять-таки, как бы, даже если нужно ткнуть, то здесь ничего красным не загорается. Ну, либо больше нет прохода, либо все. Его куда-то дели. Что это? Я думала, что-то новое лежит. Нет. Отменила премьеру? Я сразу сказал. Вопрос в том, пользуется ли она ситуацией, или Симона сама ее создала? Детектив Дрюх, мне кажется, ты готова вновь взяться за расследование. Что значит, кажется, готова? Я уже занимаюсь этим расследованием. В холле есть автомат. Ну, давай. В холле есть автомат для изготовления ключей. В нем можно сделать ключ любой формы и даже ключ к сердцу. Я хотела сделать такое для тебя, но ведь сейчас не время думать о сувенирах. После того, как раскроешь преступление, детектив. Ну и, кроме этого, автомат сломан. Вот и отлично. Почему? Нэнси Дрюх, ты ведь знаешь, что ключ к твоему сердцу слишком велик. Я не смогу постоянно носить его с собой. Хорошая шутка, мистер Никерсон. Согласен. Господи, это была шутка. Я не знаю, что делать дальше. Есть идеи? Начинай опрашивать подозреваемых. Проверь, есть ли у них алиби. Ёпти, я еще этого не сделала разве, да? Пока, Нэд. Пока. О, господи, что происходит? Куда? Что? У меня чел пропал. У меня пропал чел. Давайте позвоним. Давайте позвоним. Всем еще. Как выйти, твою мать? Нашла. Алло, это снова я. Привет, Нэнси. У меня в гостях Джесс. Нэнси Бесс мне все рассказала. Как успеть? Естественно. Сейчас я осматриваю театр и опрашиваю подозреваемых. И? Так, стоп, 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 стоп. Где это? Ага. У совета Джозефа я позвонила в городскую администрацию и спросила о плане театра. Похоже, он хочет помочь. Да, но женщина сказала мне по телефону, что эти планы пропали. Но ведь это официальные документы. Она сказала, что на прошлой неделе ими интересовался какой-то мужчина. С тех пор планы пропали. Ты думаешь, это похититель или его дружок-уголовник? Кто бы это ни был, он украл планы. Как же я теперь найду все секретные ходы и комнаты в этом театре? А вот это меня не беспокоит. Меня тоже. Ты ведь можешь найти секретный ход в бумажном пакете. Да ну, Джесс. Нэнси найдет секретный ход даже в черничном пироге. Ля, ну и шутки у вас, девки. На все ради славы Симона хочет лицовых зрителей, чтобы... Что это значит? Мне кажется, что Симона Мюллер готова на все ради славы. Знаешь, как говорят, плохой рекламы не бывает. Даже если это связано с похищением. По-моему, Голливуд плохо сказался на ее интеллекте. Я так беспокоюсь за Майю. Она придумывает мне сценический псевдоним. Псевдоним? Ну да, только представьте, Фэнси Джексон. Ух ты, это в стиле диско. Поэтому не соглашайся. Девчонки, я серьезно. Вы думаете, Симона могла похитить Майю, чтобы разыграть этот спектакль со спасением? А ты забыла, кем она работает? Конечно могла. Так, ладно. Дальше. Симона хочет, чтобы для своих зрителей Брэдди был всегда умопомрачительно привлекательным. Что это значит? Слово умопомрачительный навевает мысли о яблочном пироге моей бабушки. А привлекательный это тот, кто привлекает внимание. Так что он всего лишь аппетитный яблочный пирог. Бесс, что бы мы без тебя делали? Что-то с ним не так. В нем как будто живут два человека. Интересно. Этот Брэдди настоящая загадка. Он не может определиться, хороший он парень или плохой. Вот поэтому ему и не стоит доверять. Я будто с пятилетними детьми разговариваю. Я познакомилась с Николасом Фальконы, лидером организации «Мост». Его организация разбила палатки возле театра, выражая свой протест против сноса. А что там с организацией «Мост»? Николас поклялся сокрушить дракона корпоративной серости. Да здравствуют парни, которые сокрушают драконов. Ура! Бесс, ты в своем репертуаре. Нэнси, а что такое корпоративная серость? Я думаю, это метафора для состояния всеобщей похожести. То есть это синоним клонирования? Точно. Мост считает, что защита исторических зданий поможет нам сохранить национальные особенности. Кажется, у них благородные цели. Да, вот только Николас чуть ли не прыгал от радости, когда я сказала, что похититель хочет спасти театр. Ничего себе! Тебе надо следить за ним, Нэнси. Так, стоп, тихо. Бабушка, прабабушка пошла. Николас сказал, что его бабушка выполняла внутреннюю отделку театра. Но Джонатан Томпсон, первый владелец Роял Палладиума, так и не заплатил ей за работу. Это ужасно! Теперь понятно, почему он так хочет спасти этот театр. Да, и я хочу узнать больше о Джонатане Томпсоне. Может быть, ты поможешь Николасу вернуть его бабушке то, что она заслужила? Я сказала, что постараюсь найти документы, которые подтвердят ее связь с оформлением театра. Интересно, остались ли в театре личные вещи Джонатана? Не думаю. Скорее всего, его дети все вынесли во время реконструкции, которая началась в 1956 году, за три года до смерти Томпсона. Кто знает, Нэнси, ты уже не раз убеждалась, что в старых зданиях хранятся старые секреты. Будем надеяться, что ты успеешь найти эти секреты до сноса театра. Вот уж точно. Мне пора, я вам перезвоню. Давайте позвоним вот в этот мост. Да, смотрите, 5-5-5, 5-5, ой, я что-то много набрала, по-моему, 5-5-5-4-6-7-1. Так, так, так. Че такое? Че это? Ага. Вот так вот, да? Ладно, в мост не получилось позвонить. Давайте попробуем историческое общество Сент-Луиса позвонить. 5-5-5-8-2-7-2. Да что? Где эта волна будущего? 5-5-5-37-97. Я, может, неправильный номер набираю? А, вот это точно неправильно, тут нужен код другой. 618-5-5-5-5-3-7-7-9-7. Но, по идее, нужен код. Потому что он тут, он отличается. Извините, неправильно. Ну, я же говорю. Нет, нам нельзя звонить больше никуда. Он не набирает ни один номер. И этот дурак исчез. Мафиози проклятый. Давайте тогда здесь остановимся. В следующий раз попытаемся. Обойдем еще раз всех, со всеми поговорим. Поспрашиваем еще раз у всех алиби. Я не знаю, что еще сделаем. Помолимся всем богам и чертям. Если вам понравилось, то ставьте лайки, пишите комментарии. Если не понравилось, то просто проходите мимо. В описании под видео будут ссылки на предыдущие серии, на всякие разные группы и аккаунты, в которых дублируются все видео. На этом все. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова